Ебучий Бёрн, блядь, что ты творишь? Вот такую вот коробочку мне прислала компания Бёрн с моим логотипом. И там три новых вкуса. Такая гифтбокс от Бёрна, блядь. Сейчас очень модно делать гифтбоксы от Бёрна. Ну, не от Бёрна, блядь, а как бы просто гифтбоксы, да? Так, давайте теперь смотреть, что же за это у нас за коробка. Я её вот так вот закрою, чтобы вы могли увидеть, что у нас сверху. У нас, конечно же, сверху мой логотипчик, а-ля фирменная коробочка только для меня. Ну и, конечно же, Бёрн Хука Табака. Вся эта коробка сделана из досок, и она реально весит, блядь, очень-очень много. А когда мы открываем коробку, мы сразу видим Бёрн. Я вначале подумал, здесь, сука, будут энергетики лежать, да? Знаете, как бы запас энергетика от Бёрна и всё такое. Но нет. Здесь три новых вкуса. Всё достаточно прикольно сделано. Давайте теперь, собственно, разбираться. У нас есть три вкуса. Это ЮССР, это советское шампанское. Здесь также есть бутылочка советского шампанского и, конечно же, бутылочка Алёнки. А если вы внимательно посмотрите, то здесь в уголочке есть какая-то зелёная хуйня. Так вот, на месте этой зелёной хуйни лежал какой-то фрукт, который просто сгнил у меня так, что он, блядь, превратился в губку. Но это мой косяк. Почему? Потому что я, как бы, долго не снимал, и она лежала. Я думал, вроде бы, о пилке, и вроде ничего не должно произойти. Второй вкус, это у нас Голден Ром. Это золотой ром и, соответственно, бутылочка золотого рома с принтом Джека Воробья. Пить этот алкоголь я, конечно же, не буду. И третий вкус, это у нас Фамоус Эйпл. Ну, это бутылочка яблочного сидра, и, соответственно, вкус тоже у нас яблочного сидра. Есть также, тут лежали разные фрукты и всё остальное, но половину у меня подожрала Даша, потому что она беременна, и ей это очень понравилось. И второе, конечно же, то, что половиночка протухла. Так вот, коробка пиздатая, весит она в районе 13 килограмм, наверное. Может чуть меньше, может чуть больше, но это по ощущениям так. И там есть опилки, и вот эти опилки, это, наверное, самое неприятное, что есть в этой коробке, потому что ты её открываешь, всё прилипает на эти верёвки, и всё, собственно, у нас разбросано, да? Но это подарок, а дареному коню что? Дареному коню в жопу не смотрят. Так вот, я сейчас курю вкус аж советского шампанского. И готов, собственно, про это всё рассказывать. Компания Бёрн начинает набирать обороты, как мы видим, она уже очень хорошо закоренилась в России. И если брать такую вещь, как, что мы вначале хейтили Бёрн, то есть те люди, которые хейтят его до сих пор. И мне он тоже не очень сильно нравится, ну, по крайней мере, не нравился. А сейчас здесь, конечно же, всё по-новому, полностью новая технология и всё остальное, новые вкусы и так далее. Также получилось, появилась здесь какая-то голограммочка, пачки стали прикольные. Так вот, давайте теперь, собственно, всё это разбирать. Вкус шампанского здесь слабоватый, как бы, ну, есть вкус, вкус яркий, достаточно хорош. А, кстати, ещё, я там маленький инсайт пробовал ихнюю тёмную линейку, которая, скорее всего, скоро появится на рынке. Довольно-таки прикольная, прям вот по крепости прям хорошо. Это вкус советского шампанского, я могу сказать, что это не вкус советского шампанского. А шампанское, конечно, им не удалось сделать, но вкус довольно-таки прикольный. Дымность хорошая, крепость лёгенькая, вкуса шампанского нет, но есть какой-то другой, связанный, наверное, больше с порту, что тут таким алкогольным, но никак не шампанское, тем более советское. А, пахнет с пачки, это тоже довольно-таки странно, советское шампанское тоже с пачки пахнет не советским шампанским, а вот таким вот матёрым каким-то алкогольным напитком, да? Так, вот, что ещё хочется сказать, в плане, ну, именно миксов, всего остального, довольно-таки круто. Я забил три чашечки. И сейчас мы потихонечку по очереди все три прокурим. Из-за этих опилков такое ощущение, как будто реально у меня вкус этих опилок уже во рту. У меня просто вся хата в опилках, пока я это всё снимал. На самом деле, всё стало довольно-таки неплохо, вот честно, как бы, да? Всё стало довольно-таки хорошо, прикольно. Вкус советское шампанское довольно-таки интересный, но если на него не смотреть, как на советское шампанское. Немного есть привкус шампанского от Аргеллини. Это вот такой вот более бренди вкус. Но при этом всё-таки курица хорошо, и в миксах, думаю, тоже будет интересно. Давайте сейчас я поставлю чашечку второго вкуса. Это Golden Room. Это уже немного поинтересней. А ещё мы сделаем вот так вот. Опа, вуаля! А у нас здесь уже стоит полноценно прогретый Golden Room. Я его раскурил уже и покурил. А потом просто всё так нихуёво смонтировал. Это уже вкус более такой ромовый, более порто. Немного напоминает на ром от... Карибский ром от Spectrum. Вот. Тоже круто. Вот вкус прикольный. Вкус мне нравится. Он очень прикольный. Из пачки он тоже пахнет прям секси-шмекси. Такой, с такой маленькой ноточкой ванили и, конечно же, немного с привкусом корицы. Всё очень ярко, плотный, такой хороший вкус. Прям завершённая какая-то композиция. По дымности как бы всё окей, всё нормально. Мне это нравится. Теперь давайте посмотрим на новый вкус под названием Famos Apple. Это, конечно же... Что у нас? Всё правильно. Это яблочный сидор. И, по моему мнению, это самый топовый вкус из этих трёх вкусов. Это яблочный сидор. Давайте сделаем всё так же. Так, это у нас яблочный сидор. И здесь всё уже максимально прогрето. И, думаю, можно будет уже взрывать. Да, яблочный сидор, мне кажется, на самом деле, самый лучший вкус из этих трёх. Его реально приятно курить. Он не такой терпкий, он свеженький, он приятный. И он интересный. Он прям секси-шмекси. И, собственно, и даже с той же пачки он пахнет гораздо лучше, чем остальные два вкуса. Она очень сильно напоминает яблоко от Нахлы, Ice Apple, плюс немного яблока от Альфакера. Не двойного, а красного яблока. Ей довольно-таки всё интересно, смачно, комфортно. Ну, прям секс. Мне прям нравится. Если все эти три вкуса смешать, то у нас получится вкус Нового года где-то под 5 утра, когда тебе уже похуй что пить, и ты просто мешаешь всю кашку, которая есть на хате. Коробочка, конечно, прикольная, ничего не спорю. Маркетинг Бёрна начинает немного продвигаться. И давайте, собственно, немного поговорим вообще о этом табаке. Что мне сказали? Сказали, что они поменяли технологию, и табак стал более приятней. В скором времени мы ожидаем более интересную такую композицию табака. Она будет более крепче, будет более прикольная. И, соответственно, не такая лёгкая, как сейчас. А также это акциз, вся хуйня и всё тому подобное. То есть максимально легально, официально интересно. Интересно, прикольно, блядь, да? Яблочко и грейпфру и апельсинчик я сейчас сожру по-любому, потому что они ещё не протухли, и их нужно быстрее сожрать. В принципе, всё, мы три вкуса разобрали. Я сразу скажу, что СССР, на советское шампанское, занимает третью позицию, потом идёт голден рам, и, конечно же, фамоусейпл. Это четвёртый, третий вкус, который самый топовый и самый интересный. Поэтому это табак Бёрн, это колбы Неолюкс, это угли Киоко Турбо, это чашка Сербоу и, конечно же, новый Маклауд Икс. Всем пока. Ставьте лайки.